На сцене они антагонисты, враги. И от их яростного противостояния зависит успех спектакля «Спартак». Спектакля, который уже 40 лет не сходит с афиши Большого театра. «Спартак» и «Крас». Эти партии способны изменить судьбу артиста. Пожалуй, именно так и произошло с героями нашего сюжета. Знакомьтесь, «Спартак» Павел Дмитриченко и «Крас» Юрий Баранов. В прошлом сезоне они дебютировали в легендарном спектакле Юрия Григоровича. И что самое удивительное, оба на тот момент были артистами кардебалета. «Крас» Юрий Баранов. Скажи, а почему ты балетом стал заниматься? Родители так захотели. Родители у меня в ансамбле «Мосева» работали. Ну, раз пять из училища балетного выгоняли. Почему? За хулиганство. Петарды учителя им бросал. Спасло то, что у меня по спецпреметам там пятерки были. Из-за этого как бы оставили в училище. Закрыли глаза на мое поведение. И дали доучиться. Мама занималась когда-то балетом. И, может, какая-то нереализованная ее мечта была. Как у родителей бывает, они хотят это увидеть в детях. Я родился в Киеве. Отучился шесть лет в Киевском государственной академии хореографии. Потом переехал в Москву. И последние два года я здесь учился. Балет – это такое все-таки элитарное искусство чуть-чуть. И в нем надо разбираться. Оно не для всех. Не массовое искусство. Я, наверное, только понял, что мне это нравится уже, наверное, в Москве. На самом деле, как бы уже почувствовал, что да, действительно, я хочу танцевать. Балетное училище Огородило в какой-то степени от улицы. Потому что там начиналось с девяти часов занятия в утро и закачивалось в шесть вечера, в семь вечера. Нельзя было, как в простой школе, там в два часа закончить и пойти там гулять и так далее. Ну, с моим боевым характером улица могла бы для меня плачевно сказаться в дальнейшем моей жизни. Я вырос вообще в спальном районе. И как бы друзья там были все хулиганистые, заделистые мальчишки. И я вот с ними общался. Это мой был круг общения. Мы находили общий язык везде, во всем и всегда. Я им мог про балет что-то рассказать новое. Конечно, может, не всегда это было интересно. Что-то было, безусловно, интересное, что-то новое. Мы могли сходить в театр национального опера Украины, там, посмотреть спектакли какой-то. А ребята у меня все со двора, они были такие, все спортсом занимались, боксом в основном. Могли сказать, ну, первый раунд нам очень понравился, а второй был скучноват. Говорим, да нет, ребят, первый акт. Они, ну, какая разница, для нас первый раунд. В 16 лет перед самым отъездом в Москву у меня случился очень неприятный инцидент в Киеве. Была потасовка и убили моего очень близкого друга. Она у меня произвела ошеломляющее действие, после чего, когда там один из ребят из друзей крикнул, что Саша убили, я сам себя не контролирую. не понимая, что со мной происходит, побежал домой, схватил, что было под рукой, выбежал на улицу, меня только остановил вид милиции.